Так вот, что касается мирной обстановки на территории Новороссии, подчеркиваю, а не ДНЛ, ЛНР, а именно Новороссии Ситуация следующая, бои как были, так и есть Перестрелки местами, как случаются, так и случаются Артобстрелы, как были, так и есть Буквально несколько дней тому назад, недалеко от Артемовска, благополучно приземлилась ракета Какая? Ураган Красивая ракета, слава богу, не взорвалась Ну, это был такой значок перемирия, просто шикарный значок перемирия Также, буквально несколько дней назад, поселок Вергулёка подвергался минометному обстрелу в течение пяти часов Мир, шикарный мир Дай бог такому миру, всем олигархам Что касается карт, которые наши зрители и интернет-читатели наблюдают Я бы не рекомендовал и верить в эти карты основательно Почему? Потому что эти карты создаёт дебил Дебил, который ни разу не был там, где это всё происходит Объясняю почему Невозможно атаковать Лисичанск, невозможно захватывать северные рубежи до тех пор, пока южная группировка не будет уничтожена Основа южной группировки является Дебальцево В Дебальцево на сегодняшний день одна из крупнейших группировок противника Если мы уйдём на север, мы таким образом сами себя замкнём, закроем и уничтожим в кольце противника Поэтому все карты, которые создаются, это не более как мультипликация Какие-то перспективы, то есть противник, говорят, стягивает войска к границе Соприкосновение, то есть к линии фронта и так далее, да, продолжает? Противник не стягивает войска к границе Противник стягивает войска для того, чтобы нас одним рыбом, по-народному говоря, в один момент можно было бы смести И так оно по большому счёту и наблюдается Потому что укрепровьёны создаются, бронетехника стягивается, личный состав стягивается Для чего? Вопрос Если договорённость подписана, то зачем такие силы нужны, если никто не собирается ни на кого нападать, да? Смотрим историю Пакт Молотова-Риббентропа Подписание мирное Всё замечательно По какой причине гитлеровские войска стягивали к нашим границам, к границам Советского Союза, войска? Якобы для учений, а в итоге что? Вот, пожалуйста, история повторяется Стягиваются войска Будьте добры, поверьте каждому зорге, который придёт с твоей стороны Не делайте себя умным, недооценивайте противника До тех пор, пока мы не уничтожим их, они будут уничтожать нас Логика железная, от неё никуда не денешься По поводу зимоприближающихся холодов Какие-то есть, то есть они уже разрушали инфраструктуру своими ударами, артиллерии, градами Что характерно, опять-таки возвращаемся к истории Мы слишком за эти годы стали мягкотелыми и мягко характерными Но, если мы заглянем действительно немножко глубже в историю и вспомним своих дедов Даже не ледовые походы наших генералов, ни Суворова, ни Деникина, никого Мы вспомним, допустим, хотя бы те годы, которые провели в лишениях, в тяготах вооружённой силы Советского Союза Перед этим Красной Армией, которые выдержали фашистов, выдержали все зимы, выдержали блокады И что характерно, никто об этом не шумил Да, было тяжело, было тяжко, было невозможно, но выдержали Тут идёт зима одна, может быть, единственная в этом всём, всей этой неразберихе И мы вдруг начинаем ныть, когда ещё зимы, даже рядом не было Сопли спрятали в носик Ружьишко на плечо И шагом марш, и будет всё хорошо Зимы наши деды переживали, и мы эти зимы переживём Иначе какие мы тогда люди Так Тем не менее, наверное, требуются какие-то... Ничего не требуется Неравнодушные люди имеют какие-то, которые будут жертвовать какую-то зимнюю форму Это понятно, да Это понятно, что без гуманитарной помощи будет очень тяжело Но никаких более вмешательств в этот процесс не требуется Не требуется также вмешательств в этот процесс И некоторых структур, которые пытаются якобы помочь На самом деле только мешают всему этому гнойнику В конце концов раскрыться, очиститься от нашей территории, от этого гнойника Не надо нам мешать Мы просили только помочь Нам на самом деле, на сегодняшний день только мешают Благодаря вот этим всем перемириям и всем остальному И зиму мы точно так же переживём С буржуйчиками, с дровишечками, ничего страшного Переживали деды, и мы переживём, это главное Если мы не сможем пережить то, что переживали деды, грош там цена Люди, сами ополчение, продолжают люди вступать? На сегодняшний день поступления, скажем так, новобранцев ополчения На высшем уровне, я бы сказал Идут прежде всего идейные, идут прежде всего те люди, которые готовы положить на алтарь свою жизнь за русский мир За свободу от олигархов, за свободу мысли и за свободу личности А для нас самая большая проблема на сегодняшний день Это, в конце концов, выудить из глубины человека личность и погасить в нём раба Вот что главное И сейчас к нам идут именно те люди, которые готовы это сделать Идут каждый день То есть воодушевлённая идея Новороссии, как справедливого русского государства Да Как тот прообраз, который возник не просто так А, скажем так, может быть даже, скажем, с божьей помощью С предками, с кем угодно это можно всё связывать Но в конце концов должна была прийти точка Она пришла-то, точка Она пришла, точка гнобления русского мира И пришла точка отправная, когда русский мир может начинать расправлять плечи Соответственно, все люди русские в разных регионах, в разных странах Должны объединиться, чтобы получилось всё это Объединение не то, что неизбежно, а объединение необходимо Потому что нас во все века, во все годы всегда только разъединяли Да даже политические партии, которые у нас сейчас существуют В всех наших городах, республиках, странах Каждая политическая партия, она только действует на разъединение Ни в одной политической партии нет ничего объединяющего Кроме потребительских каких-то ценностей Вот мы вам свет, вот мы вам газ, вот мы вам тепло Но ничего духовного эти политические партии нам не давали Поэтому происходил раздел, происходило разделение Поэтому происходило, скажем так, потеря веры в собственном себе Да, вот именно потеря веры в самом себе А значит в своем будущем Поэтому на сегодняшний день нам необходимо объединяться Независимо от каких-либо политических нюансов Просто как человек, просто как русский человек Каждый должен быть ближе друг к другу Если война в Новороссии вдруг каким-то образом Закончится поражением, ополчением Есть же все шансы, что Украина пойдет дальше в Крым Но об этом могут сказать только правительство Украины Куда они там собираются Но, скажем так, если случится поражение ополчения Новороссии То это будет на совести так называемых лидеров Которые заявляют, что они за Русь единую Что они за Россию Вот это все будет на их совести Все, поехали Хорошо Заг zelf Загар